Всем привет ребята, это шоу Известь, меня зовут Сава, продолжаем сидеть дома, продолжаем гасить новости. В сегодняшнем выпуске Уткин и Соловьев схлестнулись в баттле, Владимир Путин озвучил меры поддержки среднего и малого бизнеса, Дональд Трамп мечтает вернуть спорт, а мы его уже вернули. У нас сегодня в гостях спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, не забывайте нажимать на колокольчик, вам не сложно, а нам важно. Ну, вперед! Спасибо, спасибо! В здоровом теле здоровый стрим. Смотрите, кто пришел. Кашпировский, известнейший экстрасенс, экстрасенс даже он был, вернулся к нам, друзья, и начал делать оздоровительные стримы, и он набрал более ста тысяч просмотров. Как это грустно, друзья! Это именно те люди, которым можно и не выдавать электронные пропуска на выход из города. А из-за коронавируса люди шутят, природа настолько оздоровилась, что вернулся Кашпировский. Ученые, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса и других напасти, ребята, торопитесь, портал в девяностые открылся. Скоро оттуда вылезет Довгой. Попрет реклама Дока Хлеба. Ребята, Хопер Инвест, отличная компания от других, опять Цикало с Лолитой будут нам рассказывать. Гермес Финанс, не зря я не выбросил эти акции. Скоро можно будет реально получить с них навар. Короче говоря, Кашпировский возвращается, но надо сказать, что, конечно, в девяностые люди были более доверчивыми. Сейчас это, конечно, смотрят больше ради прикола, потому что есть интернет. Да, ну Кашпировский, ну куда ты суешься? В интернете люди не верят подобным вещам. В интернет приходят только настоящие профессионалы, те, кто действительно могут тебя чему-то научить. Такие люди, как Тони Робинс, Портнягин, Бизнес Молодость, Трансформатор. Нас два раза, россиян, не обмануть! АПЛОДИСМЕНТЫ Сеня Дичь! Поссорилась Дичь и несет Дичь. Уткин вызвал назвавшего его больным Соловьева на батл и пообещал унизить. Вообще уровень дискуссии между этими двумя уважаемыми мужами поражает. То, что в принципе им есть что делить, для меня является предметом отдельной психиатрической экспертизы. Но тем не менее, у них началась заруба в Твиттере. Там такие слова люди используют. Я вообще не думал, что взрослые мужчины ими пользуются в принципе. А нет, оказывается, нормально вот это все отсасывать, пересасывать пидерастической обезьяной назвал. Я понимаю, что люди любят друг друга оскорблять. Во-первых, что это за оскорбление? На него даже обидеться невозможно. Что такое пидерастическая обезьяна? Это усмешку вызывает, а не желание в рыло дать. Ты неадекватный попугай! Чем они перебрасываются? Что за оскорбление? Потом, соответственно, Соловьев сказал, что Уткина синдром Турета. Предложил оплатить лечение заболевания. Тот, соответственно, тоже не остался у него в долгу. И все это понеслось. Как же ты уязвим, сказал Уткин, маршал пропаганды. Ты в Твиттер гусиным пером пишешь. Что за... Что за нафиг выражение? Что за детский сад? А потом, соответственно, Уткин... Это, блин, реально сериал. Ребят, если не в курсе, прям по всем соцсетям полазаете. Это гораздо интереснее, чем карточный домик. Вот что Уткин говорит. Я тебя вызываю, значит, на батл. Уткин вызвал на батл Соловьева, который в хоть какой-то физической форме. Правильно, Соловьев, конечно, отказался. Ну, потому что просто неравные весовые категории. Ну, невозможно такие. Ну, это только Камерану в битву за хайп. Я бы посмотрел, кстати, как они друг другу по щечину бьют. Главное, кстати, чтобы Соловьев начал первым. Потому что этот какой-то пёт, нахуй. Не в ебанных размеров пупсик. Всё, Соловьев. Соловьев улетит из-за стампера. Бронхит-парад в шоу «Известь». Самоизоляция для творческих людей стала подспорьем в создании нового музыкального контента. Ой, столько песен, ребят, появилось в интернете. Реально, найти песню не про коронавирус сейчас стало проблемой. Весь плейлист забит либо ироничными произведениями на эту тему, либо мелодраматическими. В общем, разными. Очень много действительно музыкантов, певцов стали об этом петь. Но начал это Саша Гудков, у него была песня про самоизоляцию. Потап записал песню под названием «Карантин». Паша Техник сделал «Дис на коронавирус». Паша Техник «Дис на коронавирус» сделал. Нулевой пациент этот, которому летучие мыши в рот насрали лет 10 назад. Песенку нам записал. Молодец, на самом деле. А рэп-музыканты Джара и Ханза записали песню под названием «Дома чисто кайф». «Сидим дома, потом мы на Бали, музыка твой айболит». «Благо White» под названием «Карантина» сделали песню. «Я сижу дома, работаю, смело, так долго проехать, теперь могу делать». МС «Сенечка» с вирусным треком. Если назвать трек вирусным, это не значит, что он разойдется. Это просто название, так не работает. У нас уже был самый лучший фильм. То есть пока они на волне хайпа и только лоза, сука, в истерике бьется, потому что ни плод, ни ковид никак пока не рифмуются у него. Ребята, Тимати, Баста, Киркорыч, даже выговорить не могу этого человека. Ребят, наступают на пятки молодежь. Ну вот вы скоро так вообще вывалитесь из повестки, потому что, смотрите, каждый что-то записал, а вы пока сидите. Ну сделайте хотя бы там, я не знаю, «Хуто-хуторянка, у тебя ветрянка». Но какую-то более вечную болезнь возьмите, которая не схлынет совсем скоро. Или «Я плыву по городу, запах мигрени» и все. Будьте тоже популярны в поликлиниках. Спасибо, блядь! Вы лучшие. Что нас не убивает, то делают ученые из Томска. Радиотехники из Томского государственного университета разработали устройство для передачи боли на расстоянии. Мало нам было других проблем. Самое время. Сейчас создатели дорабатывают это устройство, оно, к счастью, пока до конца не готово. Разработка способна передавать практически любые ощущения. Например, такие, как щекотка, чувство сжения. То есть теперь опробовать ощущения от простатита можно практически в любом возрасте. Ну чтобы знать, что тебя ждет впереди. Но это не единственное, куда можно применить подобные вещи. Они говорят, что это действительно может использоваться и в онлайн-играх, и в VR-очках. Вот в 90-е не хватало такого приложения бандюганом лихим, потому что можно было бы не тащиться через весь город с утюгом. Просто ссылку отправил человек от боли, корчится, рассказывает те пин-коды. Хорошая штука, передавать боль на расстоянии, в принципе, можно и без устройств. Многие наши артисты с этим справляются легко. Сейчас, во времена самоизоляции, все дают онлайн-концерты, даже Ольга Бузова. А какой более эффективный способ передать боль на расстояние существует, нежели послушать ее песни? Трамп остановил ВОЗ Сельские новости В шоу «Известь» А президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что не будет больше финансировать всемирную организацию здравоохранения, потому что они что-то неэффективные какие-то и не справляются своей работой. У нас денег и так нет, у нас посевная под вопросом, поэтому никаких вам больше 400-500 миллионов, как было до этого. Китай, кстати, вообще всего 40 дает. Мы тебе в 10 раз больше. И где результат? Где эффект? Где мой, во-первых, значок скаута, который ВОЗу помогает? Спрашивает Дональд. Ну и вообще его как-то, видимо, уже все бесит, связанное с коронавирусом. «Я хочу возобновить спортивные мероприятия». И Лукашенко такой, возобновить. «Надо спорт вернуть», сказал Трамп. «Я устал смотреть бейсбоу, которому 14 лет». Кто-нибудь из администрации Трампа, поиграйте в «Иксбокс», запишите просто стрим, включите ему, наконец, белорусское телевидение. Там столько всего интересного. Жодина с Барановичами бьются, как в последний раз. Ну и для разнообразия важные новости тоже. Пока нас не было в эфире, Владимир Путин аж дважды обращался к народу и чиновникам и дал ряд разных важных указаний. В том числе о поддержке тех компаний, которые сохраняют зарплатный фонд и рабочие места во времена пандемии. По 12 130 рублей на одного сотрудника будет выделено. 23 миллиарда на поддержку авиационной отрасли, 200 миллиардов на поддержку региональных бюджетов. В общем, деньги есть, мы держимся. Но еще о чем он говорил, о том, что нужно использовать при необходимости средства Минобороны для борьбы с коронавирусом. Военнослужащие и Министерство обороны работают и достаточно эффективно за границей. У них накоплен значительный опыт. Если потребуется, конечно, могут быть и здесь задействованы. Идея неплохая. А в Междуречье, это в Месопотамии и... Нет, не в Месопотамии, это в Мурманской области. Развертывается мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19. И происходит это невероятно оперативно. Инфекционная больница в Новой Москве на 900 коях построена в рекордные сроки. И все это вообще напоминает мне игры. Потому что у меня, вот, например, во ВКонтакте на веселой ферме далеко не так быстро появляются кузни и маслобойни. Потому что там надо, чтобы время какое-то прошло, там эта шкала заполняется очень медленно. А у Путина на рабочем компьютере, вот, съемка с онлайн-камеры, там вот эта шкала по строительству больницы заполняется реально за несколько минут. Причем у меня это в игре происходит, а у него в реальной жизни. Поэтому, дорогой метрострой, Минобороны, МЧС, все, кто сейчас заняты на строительстве стратегически важных социальных объектов, когда будете чуть посвободней, я вам дам пароль от своего аккаунта, помогите мне реально закончить эту ферму. Я доначу-доначу, а результата никакого. Вообще, военные легко могут победить вирус? Вот, было бы дело в августе, можно было бы просто ВДВшникам сказать, что ковид-19 пидор, и все, и нет его. Добрый доктор Эйболит, отрицательный ковид. Вот по-настоящему хорошая новость пришла, дорогие друзья. Главный врач больницы в коммунарке Денис Проценко излечился от коронавируса. Супер, классно, здорово. Это великолепно и превосходно, потому что от души желаю Денису здоровья, вообще всем, конечно же, врачам, настоящим героям, которые находятся на переднем крае борьбы с инфекцией. Два отрицательных анализа. Изоляция завершена, полный рабочий день, написал господин Проценко в фейсбуке. Подробности обещал сообщить позднее. Два отрицательных анализа. Помимо всего прочего, это еще и переворот в математике. Тот самый случай, когда минус на минус не дает плюс. И это здорово. Поздравляю Дениса. Друзья, у меня сегодня в гостях, поскольку, согласно тезису, спорта нет, но вы держитесь. Человек, который знает о спорте все, а спорта сейчас нет, поэтому будем говорить обо всем. Дмитрий Губерниев, привет. 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 Спасибо, что позвали. Да мы с удовольствием. Вот смотрите, предлагали такси, предлагали зарегистрироваться на вот этих всех штуках московских. Но вот мы выбрали такой путь. Да, потому что, ну, 600 рублей сэкономить тоже не лишнее. Да, любая копеечка в счет. Любая копеечка в счет. Как вот сейчас вообще без спорта-то выживать на самоизоляции? Вы же явно на самоизоляции находитесь. Да, ну, у меня очень попутный отпуск, хотя я продолжаю работать на всех телеканалах страны, как обычно. Но хочу сказать, что сейчас, знаете как, вот пирамида человеческих потребностей, и с учетом тех новостей, которые мы получаем, в общем, не всегда радостных, нужно остаться живым и здоровым. А шуба и мир, который надо посмотреть, они, соответственно, подождут. Поэтому сейчас самое главное смотреть за собой, следить за самочувствием, за близкими и, в общем, ну, здраво реагировать на все то, что происходит. Ну, логично. И не терять присутствие духа и оптимизма, конечно. Конечно. Все, рада или поздно вернется. Конечно, конечно. Потому что нам не только песни строить и жить помогает, но и юмор, Инстаграм включения, Савва, на стены. Все. Все ради того, чтобы людям было не скучно. Следите ли вы за единственным оставшимся в мире спортом чемпионатом Беларуси по футболу? Я вообще считаю, что его давно пора прекратить, если серьезно. Но, конечно, я слежу. Потому что в те самые минуты, когда показывают мужика с горбошкой на трибунах, этот чемпионат расцветает по-настоящему. И хочется, чтобы он бесконечно играл. Вот я вспоминаю, как-то был давно чемпионат мира по футболу, в матче чемпионата мира, матч открытия в 10-м, что ли, году. Сборная Южной Африки играла против кого-то там. И на трибунах сидела Шарлиз Терон. Ее показывали значительно больше, чем футбол зачастую. Я думал, господи, покажите нам Шарлиз. Пусть она просто сидит. Пусть она достает в платочек. Конечно. Но тогда был чемпионат мира. А здесь, конечно, на фоне белорусского футбола, пускай бы бесконечно в прямом эфире канала Матч ТВ, белорусского телевидения, вот этот мужик играл бы на гармонии, различные песни. И мне кажется, что это было бы значительно более одухотворенней. Тем более, что мужик должен быть одиноким, соблюдая все дистанционные меры. Но если говорить серьезно, то сначала я как-то говорил о том, что это внутреннее дело белорусов, но проанализировав ситуацию за последние сутки, в общем, там крайне неспокойно. Поэтому хоррэ с футболом. Лучше бы все это остановить. Хоррэ с футболом, братья. Хоррэ. Ну, у них просто очень длинный тормозной путь, они не могут остановиться. Ну, я не знаю, я бы сейчас смотрел вот этот ведущий, у них рассказал, что республика партизанка там. Дмитрий, не трогайте лицо. Эй, я помыл руки, ну что? Нельзя. Хотя, на самом деле, я-то как раз вот из числа тех людей, которые, знаете, ходят в мёшку, амшерный, да-да. Но сейчас ты явно от этого отвыкаешь. И, в общем, на самом деле, я от отвык довольно быстро. Потому что, понимаете, вот все-таки мы же телеведущие. Видишь, я могу себе позволить не бриться сейчас, понимаешь, вышел как черт страшный. Но ведь это тоже рейтинг. Это тоже здорово, вот эта брутальность вот эта, понимаете? Трушность. Конечно, да. Дмитрий, смотрите, мы собрали нашим гигантским коллективом, 150 тысяч человек, множество вопросов, которые вам задают в разных соцсетях. Давайте. Разложили их вот в 20 таких конвертов. От 1 до 20, 10 конвертов нам надо выбрать. Вот любую цифру называйте. 17. Я так далеко считать не умею, сейчас найду. Лексако Пилот пишет. Вы в последнее время выкладываете в инсту какую-то дичь. У вас что, крыша поехала? Слушайте, ну мне всегда говорят... Хорошее начало разговора. Да, да, да. Мне говорят, ты вечно пьяный, что ты куришь, какие грибы ты ешь, и как объяснить людям, что я по-трезвому могу. Я могу зажигать и каждый раз студентам для того, чтобы быть в эфире по-настоящему интересным. Петь, плясать, танцевать. 50 граммов они только мешают. Поэтому вот эта возможность по-трезвому... Как, понимаешь, как куражу в тебе нет. Ну что это кураж? Ну сделай так. Кураж есть, поэтому нет. Ну что, людям нравится. Людям нравится. И раздражение, даже если... Раздражение, как у Димы Быкова я прочитал, он умница, редкий. Раздражение — это приятные эмоции. Когда ты раздражаешься, вот это заходишь, строчишь, и я понимаю, что это тоже мои фанаты, которые смотрят перед сном... Человек-пар выпускает. Смотрят перед сном зачастую на мою фотографию и тянется рука. Понимаете? То есть любой хайп хорош. И если это хейт, и если это радость, не важно. Нет, ну это же жизнь, это движуха. Абсолютная жизнь, движуха, конечно. Вот, да. Сейчас. Ну вот, да. Я просто прикрыл свои красивые ноги, так сказать. Боже мой, какие у вас ноги. Да, да. Ах, какие ножки, да, чего ж хороши. Хоть на порнхаб трансляцию делай. Хорошо? Ой, но с какой порнхаб? Нет, ну это элементы эротики, это, знаешь, постепенно. Вот это все, посмотри, ах, какая линия бедра. А ведь мы только начали наш разговор. А ведь, да. А мужской стриптиз, в отличие от женского, скромен и поучителем. Да, я как бы не возбудился, но вынес для себя урок. Нет, а зачем? Нет, ну что, ну мы же не на Евровидении, старик. Зачем нам возбуждаться без ног? Да, да, да. И сейчас никто не на Евровидении. Хорошо. Следующий кредит. С первого, с первого и пойдем соблюдение. Да, да. Марина спрашивает. Дима, почему вы стали таким злым? Матом ругаетесь? Вообще-то на вас это не похоже. Это полная ерунда. Марина, какая-то кощунница. Я всегда думаю, как? Где? Ну нет, периодически, конечно, что-нибудь такое острое словно, но где здесь мат? Это нет. Во-первых, нет. Злой я и нетерпимый, когда я чувствую какую-то несправедливость. Вот я действительно скажу, нетерпимый. Не могу молчать. Не могу, абсолютно точно. Не могу поступиться принципами. Но вообще в целом добрый я ужасно. Снова стало небо голубым. Снова солнце стало красным. Не могу быть долго злым. Добрый я ужасно. Разошлись пути дорожки. Сможем встретиться опять. Кошки, мышки, мышки, кошки. Надо под руку бухать. Кто там все время планирует? Тут люди начали собираться. Я последний конверт сейчас открыл. Это реально получилось случайно. И это даже не вопрос, а по сути комплимент и хороший финал. Потому что Обстин пишет тебе, Губерниев может один вести все шоу. Ему не нужен ни ведущий, ни оппонент. Сам озвучил, сам ответил, сам откомментировал. Это абсолютно правильно. Я думаю, что моя мечта сделать программу. Не знаю, сколько она была бы интересна. Но действительно, Дмитрий, а как вы думаете? Вы знаете, я думаю по этому поводу, что действительно по-настоящему здорово. И в этот момент реплика из зала. А вы знаете, Дмитрий, я с вами вот здесь не согласен. И вот еще один наш эксперт по поводу Украины. Да нет, на Украине. И как бы дальше ты можешь, то есть практически, так сказать, заменять собой весь вот этот вот террариум, который обсуждает. Но поскольку до пиполярного расстройства ты еще не дожил, рада. Не дожил, да. Поэтому нет. Я хочу всем сказать огромное спасибо. Сказать спасибо вашей замечательной бригаде. Тебе, что позвонили, что вспомнили. Для меня это огромная честь, счастье. Я посмотрел какие-то вещи у вас. Вы на правильном пути. И известь это вот сейчас вот то, что нам нужно по-настоящему, ребята. Понимаете? Ох, спасибо. Я считаю, вы молодцы. На позитиве. Ведь иммунитет укрепляется. И даже смотришь вот на очкарика, смотришь небритого. И понимаешь, что и сам-то на его фоне, в общем, не сильно уродлив. Как-то все это нормально. Ну да. У меня в начале интервью было ощущение, что я с Ельцином разговариваю. Потом как-то... А часто-часто говорят, что как молодой Ельцин. И еще сравнивают с Трампом. Поэтому чувствую, когда закончим неплохо. Ну, скажем так, спасибо, что живой, во всяком случае. Да, спасибо, что... Поэтому всем здоровья, всем жизни. Дима, огромное тебе спасибо. Это был огненный просто разговор. Спасибо. Обнимаю, дорогой. Взаимно спасибо. Очень приятно было. Это был Дмитрий Губерник, дорогие друзья. Спортивный комментатор и шикарный просто собеседник. Это было шоу Известь. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, лайки, репосты. Вам не сложно, нам приятно. Все. Всем спорт, всем кайф, всем пиз. Счастливо. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok